Как нарисовать танк ЕСТА карандашом поэтапно для начинающих и детей? В этом разделе представлена полная схема рисования таких элементов тяжелой боевой техники, как гусеницы, башни и прочие детали. Выяснив, как рисовать отдельные элементы, вы сможете легко перенести на бумагу изображение любого танка. Рисуем танк ЕСТА простым карандашом. Танк ЕСТА массивный и крепкий. Изобразить его на листе бумаги будет несложно, если следовать приведенному ниже описанию. Поворачиваем лист горизонтально. В нижней части листа изображаем параллелограмм корпуса танка, сверху на корпусе нарисуем трапециевидную башню. Переходим к верхней части башни, рисуем люк обруча пушки. Изобразим широкое цилиндрическое основание пушки и саму пушку. Снизу прямо под основанием прорисовываем по всей длине вытянутый горизонтальный овал. Это будут гусеницы танка ЕСТО. Рисуем четыре колеса внутри вытянутого овала первый ряд колес гусеницы. Второй ряд из четырех колес будто перекрыт первым. Остается только прорисовать мелкие детали танка. Рисуем обруч и штырь колес. Если присмотреться к схеме, то можно усовершенствовать картинку танка. Правильно изобразить танк ЕСТО на бумаге поможет и видеоинструкция. Как нарисовать танк Тигр карандашом поэтапно? Рисуем танк Тигр простым карандашом. Начнем с разметки листа. Проведем ограничительные линии, внутри которых будем рисовать танк. После этого в нижней половине листа нарисуем параллелепипед. Сверху достраиваем башню танка, напоминающий по форме тот же параллелепипед, вытянутый горизонтально. Изобразим бронированную юбку гусеницы. Для этого нужно отступить немного от верхнего края корпуса и прорисовать фигуру, напоминающую. По форме два спаренных сильно вытянутых горизонтально прямоугольника. Изобразим нижнюю часть танка контуры гусениц, дополнительные линии на корпусе танка. Нарисуем прямоугольник, установив его над корпусом. Это будет башня танка. Дополнительными линиями покажем объем башни и нарисуем выступающую верхнюю часть люка. Изобразим короткими линиями в передней части и штрихами среднюю часть гусеничной ленты. Поработаем над гусеницей танка. Нарисуем четыре расположенных на одинаковом расстоянии больших круга и по одному полукругу выступающих кверху частях гусениц. За первым рядом колес нарисуем выступающие части второго ряда. К передней стенке башни добавим срезанный с одной стороны овал, продолжением которого является длинное дуло. На этом этапе можно добавить недостающие детали, маленький прямоугольник на корпусе, запасной люк и фигуру, напоминающую полукруг. Из которой потом нарисуем маленькую пушку. Теперь можно дорисовать гусеницу, недостающей полукруглые линии на колесах. Нарисованный эскиз танка можно разукрасить темно-зеленым коричневым цветами. Попробуем изобразить немецкий танк Тиграначи. Упростит нам задачу то, что танк этот прямоугольной формы. Однако для реалистичной картинки необходимо нарисовать множество мелких деталей, которые имеют непростую форму. Но мы же стремимся красиво изобразить тяжелую технику. Намечаем на листе прямыми линиями, без нажима на карандаш, место, где будет расположен танк. Начинаем с верхушки танка. Рисуем командирский люк. Для этого рисуем небольшой овал, потом петли и крышку. Детализируем основание люка. Дорисовываем рядом с ним колпак вентилятора, небольшой овал, верхняя часть, маленькие прямоугольники, линзы. Теперь можно изобразить и саму крышу башни, а круглая задняя часть постепенно переходит в трапецию. На крышке башни находится еще один люк и перископ заряжающего. Изобразим их с помощью простых геометрических фигур, придавая им нужную форму. Проведем через трапецию линию, которая покажет скос передней части крыши башни. Рисуем видимую часть борта башни двумя изогнутыми линиями. И готовимся к более сложной задаче. Итак, приступим к изображению маски 88-мм орудия. Нарисуем большой прямоугольник, в центр которого впишем еще два, закругляя края. Соединительными линиями придаем нужную форму маски орудия. В центральной части маски будем рисовать пушку, а пока изобразим слева небольшой вытянутый вертикальный прямоугольник. Здесь мы позже нарисуем амбразуру спаренного с пушкой пулемета. Рисуем основание пушки, это два цилиндра разной толщины, которые входят друг в друга. Цилиндр с широкими стенками находится у основания башни, а с тонкими, является продолжением широкого. Рисуем оставшуюся часть пушки, более тонкий цилиндр. Рисуем дульный тормоз, две цилиндрические фигуры, которые соединяются выступающим кругом. Добавляем недостающие элементы башни, жирная точка на маске орудия, амбразура спаренного пулемета. Дорисовываем маску с правой стороны, показав там амбразуру монокулярного прицела. Покажем несколькими линиями прибор наблюдения и рем. Нарисуем ящик для снаряжения, три трапеции, расположенные полукругом по форме башни. Изобразим крышу корпуса танка в виде прямоугольника. Прямыми линиями покажем бортовые бронелисты. Снизу под пушкой нарисуем смотровое устройство механика водителя. Чтобы эта часть танка получилась, рисуем простые фигуры и придаваем нужную форму. Над гусеничным полкам придаем форму прямоугольников. Добавляем недостающие линии, сверяясь с картинкой. Рисуем моторный отсек и перископ, также придавая им простые геометрические формы. Небольшими овалами под пушкой изобразим люки механика водителя и радиста под пушкой. Дорисовываем мелкие детали пулемет, фары и тросы. Переходим к ходовой танка. Изобразим гусеницы. Дорисуем нижнюю лобовую деталь, элементы ведущего и направляющего колес. Изобразим на гусенице частично опорные катки. Дорисуем четыре опорных катка. Остальные две пары опорных катков находятся вне зоны видимости из-за шахматного расположения. Изобразим последние элементы танка. Тросы, крюки на крыше корпуса. Покажем изогнутыми линиями рельефность опорных катков. Теперь можно разукрасить танка добавить элементы ландшафта, дорогу, гору или еще один танк вдалеке. Танк можно нарисовать в другом ракурсе. Например, вот так обрисовываем первоначальные контуры танка. Здесь нужно учесть наклон корпуса и башни, а также правильно изобразить пушку. Если у вас не получается рисовать прямые линии, то вооружитесь линейкой. Поработаем над точным изображением башни танка, дорисовав некоторые детали. Детализируем пушку и переходим к верхней части корпуса танка. Рисуем бронированную юбку танка. Переходим к прорисовке нижней части танка, гусеницы, оптического прибора. Рисуем видимую часть гусеницы. Рисуем трек танка «Колеса», расположенный в шахматном порядке. Видео «Как нарисовать танк-тигр». Попробуем изобразить еще один вражеский сверхтяжелый танк «Маус». Вот что мы будем рисовать. Рисуем верхушку башни и от нее проводим дополнительные линии, чтобы показать объем. Намечаем несколькими линиями рем. На правой стороне башни, которую мы изобразили под небольшим наклоном, нарисуем маленькое отверстие. Рисуем широкие основания для пушки и пулемета. Сразу рисуем короткое дуло пулемета. Добавляем недостающие детали на основании пушки и прорисовываем длинное дуло. С основным вооружением танка мы справились. Башню танка устанавливаем на корпус танка, изобразив его в виде прямоугольника под небольшим наклоном. Лобовой бронелист танка также рисуем под наклоном. Изобразим в виде вытянутого горизонтального вала видимую часть гусеницы и добавим массивные экраны на них. Нарисуем буксировочные кольца. Изобразим фары и швы на броне танка. Добавим несколько линий на экраны. Корпус танка пересекает горизонтальная линия. Изобразим ее, отступив немного от срединной линии. Дорисуем контур экрана гусеницы. Детализируем корпус танка, добавляя недостающие элементы. Несколькими линиями намечаем систему охлаждения. Снова добавляем линии на корпусе. Добавляем три люка сверху на башне. Добавляем швы на башне и на корпусе танка. Как легко и красиво нарисовать танк из семью карандашом. Рисуем танк из семь. Немного отступив от срединной линии листа проведем отрезок, который станет общей стороной двух прямоугольников. Изобразим эти два прямоугольника. Проведем линии пересекающие нарисованные прямоугольники немного выше срединной линии. Это будет контур гусениц. Прорисуем их более детально. Над корпусом танка надстраиваем башню. Придаем ей форму трапеции. Изогнутыми линиями показываем контур башни и рисуем дуло пушки. Добавляем несколько линий на гусеницах и помечаем крестиками место, где будут колеса. Прорисовываем первый ряд из четырех колес, а за ними располагаем второй ряд. Дорисовываем необходимые элементы на башне, на пушке и на корпусе. Дополняем рисунок карандашной штриховкой и закрашиваем отдельные участки на танки. Рисунки танка карандашом детям для срисовывания на 23 февраля и 9 мая День Победы. Чтобы правильно изобразить танк, обратите внимание на следующее. Изображая технику нужно следить за кривизной линией и их направлением. Все линии наносятся без нажима на карандаш, тогда допущенные ошибочные штрихи можно легко удалить, не оставив следов на бумаге. Любые неправильные линии следует удалять сразу же, чтобы они не отразились на конечном результате. Начиная рисовать сложный объект, необходимо придать ему простую геометрическую форму и только потом начинать прорисовывать детали. Как нарисовать мультяшный танк? Чтобы нарисовать фантазийный танк, также необходимо учитывать, что это сложное транспортное средство, потому прорисовки мелких дополнительных деталей не избежать. Ведь изображение даже мультяшного танка должно быть узнаваемым. Рисунок фантазийного персонажа, напоминающего танк, украсит поздравительную открытку калаш и листинг-газету, подготовленную к празднику 23 февраля, 9 мая. Картинку с веселым танком можно подарить и любителю компьютерной игры Танки Онлайн.